Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня очередной мукбанг. В последнее время я очень активна, и мне приятно, что есть огромная отдача от вас. Кофе моего производства, это прям нечто. В общем, я безумно благодарна каждому, кто посмотрел мой прямой эфир. Честно сказать, что я была в шоке, не сказать ничего. Я думала, что мой эфир максимум наберет там 5-7 тысяч, потому что обычные эфиры ни у кого не набирают просмотры. Но когда я обнаружила, что мой эфир посмотрело почти 30 тысяч человек, я офигела. Тем более эфир такого качества. Ужасного качества. Ничего не слышно. Я сегодня сейчас вот накрасилась, пойду выбирать себе либо переходник для телефона, либо новый микрофон. что-то одно из двух надо купить, потому что с таким звуком, с таким качеством, ты просто позоришь я. Но все равно огромное спасибо вам за участие, за огромное количество вопросов. Я чувствовала себя прям звездой. Я почему-то думала, что намного меньше людей будет. Кстати, я в эту шаурму, я приготовила сама, добавила очень много сыра. Смотрите, сыр расплавился. Сегодня хорошая погода, и мы с мамой хотели пойти в ресторан покушать шашлычок. Но, вчера прям ночью написала жена брата, и она просто хочет своего малыша и мельчика пофотографировать. А кто у нас монтажер-фотограф в семье? Конечно же я. Сыр прям тянется. Под прошлым мукбанком я увидела пару комментариев, что это последнее время какой-то макияж грязный. И вы знаете, в последнее время у меня закончился тон от L'Oreal, и я начала пользоваться риммелем. Риммель, так он, по-моему, называется. То есть я поменяла тон. Не то, что я его поменял, просто... У меня был в коллекции такой тон, я потихоньку все заканчиваю. И сразу меняется эффект. И вот мне интересно, как будет выглядеть этот тон, это NYX. Выглядит ли лицо грязным или нет. У меня есть один тон, который я просто обожаю от Belle. Он стоит 3 копейки. Но когда я его всегда вытаскиваю из косметички, мои подружки все говорят, айка, ты пользуешься таким дешевым тоном? В то время у меня еще кожа была проблемная. И мне все говорили, у тебя проблемная кожа, потому что пользуешься таким дешевым тоном. А дело было абсолютно не в том, что я просто экономлю деньги. Просто этот тон, он идеальный. Мне он настолько нравится. Я его много раз во влогах его показывала. В общем, тогда, год назад, даже полтора года назад, я сходила и купила себе где-то 10 разных тонов. Разного ценового сегмента. Это коротко о том, как мнение окружающих влияет на меня. Хотя мой дерматолог сказал, что это полнейшая ерунда. Я поменяла тон. Я думала, что сразу проблема на лице у меня исчезнет. Но ничего подобного. Тон может быть супер дорогим, но он вам не подходить, например. Так вот, в тот период я купила себе. Один раз пошла в магазин. Укупилась, я не помню, 10 или 15 разных. Чтобы найти по консистенции, похожие на этот бель. Просто в каком-то дорогом ценовом сегменте. Чтобы, во-первых, окружающие люди не говорили, ты пользуешься таким дешевым тоном. Там купила NYX. Несколько тонов от NYX. Что я еще купила? Реаль. Ну, там масс-маркет. Не супер какие-то дорогие, но что-то средненькое. Вкуснотища. Обожаю пикпон. И я сейчас, как искренний перфекционист, хочу потратить каждую рубль, потраченной на эти тональные. Я, короче, беру один тон и заканчиваю его до конца. Потом беру второй. Так у меня закончился от L'Oreal. И потом я взяла этот от Rimmel. То есть некоторые прям вот с удовольствием выбрасывают косметику, на которую потратили до хрена денег. И говорят, я попробовала, мне не понравилось, поэтому я выбрасываю. Это немножко не моя тема, мне жалко. Я должна добить. Я должна закончить. Если сроки нормальные, почему нет? Некоторые из этих 10 вообще даже не вскрытые есть. Я заметила, что людям со стороны виднее. Всегда, когда я пользуюсь этим тоном от Rimmel, постоянно мне в комментариях пишут, Айка, какой-то грязный макияж. Я сделала, например, макияж, смотрю на себя в зеркало. Я тоже это обнаруживаю, что как-то грязновато, как-то, ну, неоднородно. Ммм, как это вкусно. Обязательно добавляйте плавленый сыр. Это получается невероятно вкусно. Если у нас с вами одинаковый вкус, обязательно попробуйте роллы макать в бигбон. Это очень вкусно. Так что каждая покупка должна быть обдуманной. Особенно в последнее время. В прямом эфире много мне задавали вопросы. Я потом уже увидела, я все не могла зачитать. Многие задавали по поводу машины. Ну, что покупаешь, как. Сейчас у меня, в принципе, есть деньги на машину. Но купить машину, а потом ходить вот так вот клянчить, что подайте, пожалуйста, мне донаты или как-то финансируйте мой канал. Но это как-то, не знаю, не очень. Я такой человек, я всегда беру свой расчет. Я никогда не буду покупать на последние деньги. Тем более машину. Мой парень вообще против того, чтобы я покупала машину. Он говорит, у меня есть машина, мы с тобой поженимся. У нас в семье есть одна машина. Зачем нам две машины в одной семье? Будешь брать, когда тебе нужно машину. Конечно, если есть свободные денюжки, лучше иметь свою машину. Но порой, знаете, с этими пробками места нету, где припарковаться. Эти постоянные штрапы, все дела. Сегодня у нас такой бедненький мукбанг получился. Но ничего. Недавно был очень классный мукбанг с роллами. До этого был с клубничкой. Очень аппетитный мукбанг. Сейчас бы я как клубнику забабахала. Как бы съела бы клубничку. Я люблю крупную клубнику. Вчера я нажралась просто как свинья. Мы увиделись с подружкой. И мы заказали слишком много, сколько мы не сможем съесть. прям вечерком. Я говорю, мы же за это заплатили. Доедим. Наелась, нажралась просто до такой степени, что прям дышать не могла. И сегодня утром взвешиваюсь для 55. 55 для моего роста, мне кажется, идеальный просто вес. О какой у меня рост, я говорить не буду, потому что там мне пишут, что нет, ты не столько, ты на 2 сантиметра меньше. Реально меня восхищают люди, которые просто мимо ушей пропускают хейт. И по идее так и надо делать. Не надо никого слушать. Хейт не только в интернете, но и хейт со стороны, например. Кто-то что-то сказал. Вот мне сказали, что ты пользуешься таким дешевым тональным, я все побежала, 15 новых тональных покупать. Я борюсь с этим. Я постоянно доказываю людям, что они неправы, показываю какие-то скрины, доказательства того, что они просто так меня обвиняют, например. Я так хочу наконец-то научиться просто не обращать внимания на все это, просто забивать и думать, да пошел ты, типа. Вчера под мукбанком вижу. Девушка пишет, я там на вопрос отвечаю. Девушке, которая живет в России, она говорит, ой, какая же ты врушка, вот врешь и даже не думаешь. А ничего, что в России Инстаграм заблокировали и с таким умным выражением лица и на ее комментарии 10 лайков. Вы реально, ребят, думаете, если вы не заходите в Инстаграм, никто не заходит? У меня вообще охваты как бы не упали. Наоборот, мне кажется, увеличились после всего этого. Ну, может быть, увеличились, знаете, из-за чего? Блогеров мало стало. В том плане... В том плане, что в Инстаграме уже активно, ну, где-то процентов 50 российских блогеров перестали что-то выкладывать. Вот, поэтому у меня как бы активность, она наоборот увеличилась на историях. Больше людей смотрят истории. И меня прям обвиняет. Она говорит, врушка, врешь. Скачал VPN. Зашел. Отлично. Пожарно. Я наелась. Шаурма была очень вкусной. Я, кстати, вам в инфобоксе оставлю обязательно рецепт на шаурму. Переходите и готовьте. Там, правда, без сыра, но я еще добавила сыр. Получается обалденно. На этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Я всех вас очень сильно люблю. Если вы не смотрели мой прямой эфир, настоятельно советую вам это сделать. А с вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.